Не торопись, не торопись, пусть она устанет. Какой жирный, ты вообще видел! Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала! Сегодня я решил отправиться на рыбалку с плотиком. Причем отправиться не один, а со своей дочкой Катей. Она уже давно уговаривала меня взять ее на рыбалку, чтобы половить с надувного кресла. И вот мы уже на водоеме. Надо сказать, что я по дороге на рыбалку дочку подробно инструктировал, что нужно делать в плотике, а чего не нужно делать. И в глубине души все равно побаивался. Она хоть и плавать умеет, и спасательный жилет есть, а все равно страшновато. Однако по приезду на водоем Катя села в плотик и как заправский нахлыстовик сразу поплыла. И что интересно, совершенно управляемо и осознанно. Лично я, первую рыбалку с плотика, скорее учился плавать, чем ловить рыбу. А Катя сразу поплыла. Вот что значит дочь рыболова. Гены не спрятать. К слову говоря, Кате так понравилось плавать на надувном кресле, что она вместо ловли почти все время рыбалки кружила на плотике вокруг меня и выдавала фигуры высшего пилотажа. Я тем временем определился с местом ловли. Вышел на него по собственной, заранее построенной карте глубин и загруженной в смартфон. У меня там еще и структурная карта есть, на которой все дно, как на ладони. Хоть на плотике можно ловить, постоянно медленно перемещаясь, я все равно люблю заякориться, потому что точку в таком случае обработать можно более тщательно. Катя вообще азартная рыбачка. Я не часто, но брал ее в лодку еще в прошлом году. Она во время поимки рыбы зачастую своими неподдельными эмоциями безнадежно полила место. Все-таки вываживание рыбы – это очень азартное действие. В эту влево, влево, влево. Рука оторвется отца, папа, отпусти! Не торопись, не торопись, пусть она устанет. Да мой, он такой жирный, ты вообще видел! Кому-ка, вон, ты ломишь! Мы его оставляем! На, давай фотографируй. Этого окуня мы взяли с собой науку. Кстати, данный окунь весом 1 килограмм и 100 граммов пока что является Катиным рекордом. А вот более мелких окуней Катя без сожаления отпускает и даже получает от этого удовольствие. Сейчас, подожди, ну не ольги ты, Катя. Убийцы, не перегрузились. Тише, не кричи, не спешай, не торопись. Не торопись, не торопись, поднимай так, мягенько. Не торопись, не торопись, я тебе говорю. Нет, нет, не гони. Тише, не торопись. Ха-ха-ха. 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 Ты готов? Сейчас отпустишь? Давай. Да. Пускай. Пускай, пускай, пускай. В данном случае при вываживании небольшого окунька его схватила крупная щука. Ха-ха-ха. Тихо, тихо, тихо. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Катя, подожди. Ха-ха-ха. Все, сорвалась. Это что такое? Засорвалась. А нет. Давай быстрее. Это тебе щука схватила, Катя. Что это было вообще? Покажи. Ха-ха-ха-ха. Посмотри рыбу. Тебе щука схватила. Вот. Видишь? Ха-ха-ха-ха. Не торопись. Так, смотри. Спиннинг. Вот. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Не торопись. Не бойся, не бойся. Не, не, не. Тише. Тише. Не поднимай из воды. Сейчас. Давай его сейчас отпустишь. Ты его отпустить хочешь? Конечно. Отпускай. Отпускай. Сюда, 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 сюда. Катя. Вот сюда. Сейчас пойдем. А что бы было, если бы ты дальше бросала? Страшное дело. Почему? Есть? Есть? Поклевка? Сорвался? Ты при поклевке сразу не тяни. Сразу раз и... Слышь? Там, где поклевка была, приостанови и на месте постой. Он со дна добирает. Есть? Страшный человек. Катя. Не торопись, не торопись, не гони. Не гони. Не гони, не гони. Не гони. Не гони. Доставай. А ты не в голову. Давай. А ты куда? Ты с тебя рядом сидишь, ты как достаешь? Лови. Что ты? Спускай. А что? Так. Спускаю, да? Однако возвращаемся к нашим плотикам. Катя продолжает плавать и получать удовольствие от маневрирования, а я пытаюсь ловить, пока не клюет. Катя, в конце концов, устала, приплыла поближе ко мне и приступила к ловле. Окуни словно этого и ждали. Рыба не крупная, но весела. А вот и поклевка у Кати. По сложившейся традиции, ее рыба всегда почему-то крупнее, чем моя. А она еще и забрасывать далеко не научилась. Первый раз взять окуня рукой, сидя в плотике, весьма необычно. Кроме того, Катя поленилась за икориться, и несмотря на то, что сейчас почти штиль, ее уже прилично отнесло в сторону от бугорка на дне, где сейчас стайка окунень. Смотрю на дочку и продолжаю удивляться. Первый раз села в плотик, а как легко и непринужденно двигается, и именно туда, куда хочет. У меня так сразу не получалось. Завидую. Решаю немного отыграться и предлагаю попытаться проплыть не спиной вперед, а лицом вперед. Это сделать сложно, но можно. А, не получается? Тогда один-один. Запрещенный приемчик, конечно, но зато не будет зазнаваться. Клюет откровенно слабо. Предлагаю Кате сплавать чуть дальше, там на дне еще одна точка с очень твердым дном. Дочка поплыла туда, но по пути опять, что называется, пустилась в пляс на плотике. Ну, нравится ей это дело. Сейчас больше, чем поклевки и вываживание рыбы. Ничего, пусть побегает. Предупреждаю ее о том, чтобы не насиловала организм. Однако она мне не верит. В плотике очень приятно плавать налегке, без усилий. А если пытаться форсировать события, то усталость наступит очень быстро. Хорошо. Посмотрим, что ты скажешь чуть позже. Я продолжаю упираться, но окунь не берет. Внезапная поклевка добавляет оптимизма, но рыба на вываживании сопротивляется по-другому, чем окунь. Ага, это судачок. Скорее всего, именно стайка судака спугнула окуня из подводной грибы. Катя продолжает вальсировать. На ее лице читается абсолютное счастье. Издали дочка спрашивает, почему я ее раньше не брал на такую рыбалку. Опять предупреждаю, чтобы не напрягалась. Когда плаваешь на плотике, то работают совсем не те мышцы, которые используются при ходьбе. Однако куда там, меня не слышат. Ладно, пусть балдеет. Захотелось попить воды, а вода у Кати. Просто удивительно, с каким энтузиазмом и скоростью вода была мне доставлена. Дело близится к вечернему закату, и я уже в предвкушении выхода рыбы на кормежку. Дочка тоже ждет начала поклевок и опять не теряет времени даром. Мне это напоминает школу, где десятиклассники на перемену между уроками выходят медленно и как бы нехотя, а первоклашки выбегают гурьбой, сметая буквально все на своем пути. Чувствую, что вот-вот рыба активизируется. Однако именно в этот момент у Кати заканчивается бензин. Она устала, и ей непременно хочется на берег и домой. Предлагаю еще немного половить, однако мне популярно объясняют, что уже пора на берег. Тем более, что рыба не клюет. Слушаю и повинуюсь, не хочется отбивать у дочки желание рыбачить. Уже в машине Катя жалуется на то, что у нее страшно болят мышцы живота. Однако ей настолько понравилось плавать, что как только живот перестанет болеть, мы опять поедем с плотиками на рыбалку. На то мы порешили. До новых встреч, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова